Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 13 января. Вы смотрите ежедневный взор рынка от компании FIBA Group в студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Сокращение объема промышленного производства в еврозоне оказало дополнительное давление на евро, но спрос над уровнем поддержки 1.08.00 остается устойчивым, удерживая котировки пары от снижения, при этом риски дальнейшего ослабления пары продолжают увеличиваться. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общего настроения рынка, так как открытый интерес практически не изменился при отсутствии однонаправленного ценового движения. Также и объемы торгового остались на прежнем уровне. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней снизилась на 117 пунктов. При волатильности торгов во вторник в 80 пунктов. Это указывает на потенциал роста торговой активности в среднесрочном периоде. Дальнейшие продажи целесообразны, но лишь после пробоя психологического уровня поддержки 1.08.00. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. После импульсивного вбала котировок пары накануне, ситуация стабилизировалась, но активность покупателей остается слабой, указывая на потенциал дальнейшего ослабления котировок анализируемой валютной пары. Открытые позиции трейдеров все еще указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес увеличивается по мере ослабления котировок пары. При этом и объемы торгов увеличились, прибавив более 35%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла 129 пунктов, превысив среднее значение за месяц и полгода. Поэтому в ближайшие дни торговая активность может снизиться. Краткосрочные продажи целесообразны, но лишь до момента возврата котировок пары выше отметки 1.44.75. При этом риск развития более глубокой коррекции достаточно высок. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. После восьмидневного ралли активность покупателей заметно снизилась, но по мере приближения к уровню поддержки 1.4200 спрос на пару увеличивается, сдерживая рынок от более глубокой коррекции. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес продолжает сокращаться по мере укрепления котировок пары, в то время как объемы торгов все еще увеличиваются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще остается заметно выше средних значений за месяц и полгода. Это указывает на потенциал охлаждения рынка в краткосрочном периоде. Покупки могут быть актуальны лишь до момента возврата котировок пары под уровень поддержки 1.4180. А теперь перейдем к экономическому календарю на сегодня. С открытием американской торговой сессии трейдерам необходимо обратить внимание на релиз отчета по изменению запасов нефти от Министерства энергетики США, а также на публикацию бежевой книги. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы FocusRing. Субтитры подогнал «Симон» Ваша финансовая группа поддержки.